Всем привет! С вами Маша и вы на канале о нашем Аглавном. Сегодня я вам покажу свои лаковые покупки. Мы будем с вами находиться в макро режиме, потому что будем подробненько рассматривать красивые бутылочки, оттенки, искры, переливы и прочие прелести. Я почистила себе достаточно существенную лаковую коллекцию. Многие из вас видели мою мега чистку, которая происходила весной. У меня было три победителя, каждый получил, по-моему, что-то вроде 20 лаков. Я избавилась почти от 60 лаков, но, конечно, свято место пусто не бывает. Поэтому давайте начнем. Итак, начну я с того, что у меня сейчас на ногтях. Этот маникюр выполнен с помощью двух слоев полупрозрачного нюдового лака и топового покрытия. Топовое покрытие я нашла в аутлете, по-моему, TJ Maxx за где-то 3 или 4 доллара, по-моему, за 3 доллара. China Glaze от одной из недавних коллекций. У них было топовое покрытие под названием Suns Out, Bands Out. Да, какое-то неприлично звучащее название, но да ладно. Давайте я приближу. По сути, что у нас здесь наблюдается? Это оранжевая шиммерная слюда. Очень часто такая оранжевая слюда встречалась именно в золотистом-зеленом оттенке. И вот это вот версия именно в таком теплом персиково-оранжевом. Я нанесла ее поверх в один слой и закрепила сушкой. Очень нравится мне это топовое покрытие. Оно очень... Знаете, сейчас в моде все эти голографические, дуахромные, флейки, такие сложные комбинации. Один слой или два слоя такого лака на любой пастельный лак делает его каким-то очень инди, очень трендовым, что сейчас модно в инди направлениях маникюрных. Я решила, что не сильно заморачиваясь и не мучаясь, что не мучиться смешивать самой лаки, можно просто... Или не покупать в три дорогой инди лаки, можно просто вот такой незаметный нанести один топ и совершенно преобразить любое лаковое покрытие. Так что да, ношу с удовольствием. Вообще, такой маникюр для меня дело редкое, но вот иногда в охотку делаю. Ну и дальше будем продолжать по аналогии. Другой лак, который у меня под топовым покрытием, я сделала налет на гелевую линейку Эсси. Слышала про них замечательные вещи, что лаки эти очень качественные, с замечательной широкой кистью. У них интересная, на мой взгляд, очень интересная упаковка, эффектная. И многие блогеры, лака-блогеры, которых я уважаю, говорили, что они действительно долго носятся. Я вам показываю сегодня покупки, и вот единственный лак, который я использовала и поносила буквально пару дней, это вот этот от Эсси Гель. В будущем я вам сделаю обзор, мы поговорим поподробнее о том, насколько долго все-таки они носятся. Ну а пока просто посмотрим на оттенки. Итак, оттенок у нас называется 40 Fairy Tailor. Надеюсь, он здесь видно, давайте я приближу поближе. И в два слоя, видите, такой полупрозрачный... Давайте я вам открою, покажу. Это полупрозрачный персиково-нюдовый, достаточно светлый, светлее, чем моя кожа, гель-лак. Я говорю, гель-лак не в том смысле, что ему нужно под сушку UV класть, а то, что он полупрозрачный, молочковый. Я хотела давно себе какой-то такой лак. У меня с ним основные претензии, что они плешиво накладываются, даже если их накладывать в три слоя. Этот лак меня, в принципе, порадовал. Я сказала, это одна из более таких качественных формул. Давайте я вам покажу на него сводчи. Это формула одна из тех, которые меня очень порадовали. У меня большие претензии, как я уже говорила, к полупрозрачным лакам. Если они должны выглядеть полупрозрачными и создавать такой эффект акрила, то они действительно должны ровно накладываться. Этим я пока что довольна, но предупреждаю, у меня пока только свежие первые впечатления. Носила я его только один раз. Ну и вот вдогонку покажу вам по отдельности сводч на топовое покрытие Sun Out Bands Out от China Glaze. Вот он, красавец. Ну и вместе их вы видите у меня на ногтях. И на этом, конечно же, я не остановилась. И я себе купила еще целых три подобных нюда от Essie. Я давно была в поисках идеального нюда, пыталась смешивать его сама. В итоге нашла Зою Chantal или Chantal, не знаю, как правильно произносить. И пока что, опять же, пока я не протестировала эти, пока что Зою Chantal для меня идеальный, мягкий, теплый нюд, который не отдают ни в оранжевый, ни в коричневый, ни в желтый, ни в слишком персиковый или розовый. Ну вот, ему в соревнование лачок от Essie гель линейки. И он называется 20 Spool Me Over. Это уже плотная геликремовая, такой крель, так называемая, геликремовая формула. Кисточки здесь все те же самые, что очень прикольно, кисточки тоже немножко twisted. Не знаю, видно вам или нет. Просто, потому что я сейчас накапаю себе на фон, видите, кисточки тоже такие немножко повернутые. Кисточка мне очень нравится, она не слишком широкая, но и не слишком узкая. Она как раз, мне кажется, должна подойти большому спектру ногтевых пластин по прогибу и по вообще размеру. Что касается свотча. Пока по свотчу, глядя, я очень довольна. Пока что у меня есть большие, большие, серьезные надежды, что эта линейка действительно оправдает все эти высот хайпы, все торжественные оды, которые пели лакоблогеры этой линейки. Еще раз я вам напомню, к сожалению, я купила некачественные ложечки, поэтому поверхность у них не глянцевая. Это не вина лака, это вина ложечек, которые некачественно сделаны. Вообще высыхают эти гели-лаки от Essie в очень глянцевую, такую красивую поверхность. Давайте я вам сразу покажу в сравнении с ним еще один лак, который я купила. Я купила их в разное время, если бы я как бы одновременно покупала, наверное, оба бы не взяла. Но я себе взяла еще чуть потемнее, чуть-чуть более бежевистее, что ли. Этот чуть более персиковый, чуть более бежевый. Лак от обычной линейки Essie, но он был легендарный. Вот с него началась моя мания с поисками идеального бежевого нюда. Я не знаю, почему я его не хотела покупать, но как-то так сложилось. А, помню, потому что у меня с давних пор не любовь к формулам Essie. Мне очень не нравились их формулы, я как-то старалась их обходить стороной и искать им замену. Этот оттенок называется Perennial Chic. И если я покажу вам рядом бутылочки, то, как вы видите, Essie чуть пожелтее и потемнее в итоге он выглядит на ногтях. А этот чуть более персиковый, чуть более молочный, светлый. Если мы посмотрим на свотчи, ситуация та же самая. Здесь у нас Spoo Me Over. Видите, он несколько светлее и более персиковый. А этот, на мой взгляд, более эффектный все-таки на ногтях. И он хорошо, мне кажется, будет смотреться с глиттером, с разнообразными флейками. С какой-то он более основательную базу, что ли, создает. Этот мне все-таки напоминает что-то такое романтичное, почти как френч-маникюр. А Perennial Chic, это вот точно то, что я так долго искала. Не знаю, опять же, почему я так сопротивлялась, не хотела его покупать. Но я, по крайней мере, рада, что теперь у меня есть. Я думаю, я их поношу каждый в отдельности. Еще сравню с Зоей Чантал или Шанталь. И может быть, может быть, в какой-то момент мы даже устроим им битву идеальных бежевых нюдов. Далее, уже более персиковый. Вы знаете, хочу вам пожаловаться, что когда я выбирала лаки, я покупала их онлайн на сайте Transdesign. А когда я выбирала оттенки онлайн, очень тяжело было вообще понять, чем они отличаются. Увы, яхо. Надеюсь, мое видео вам чем-то поможет определиться, если вы присматриваетесь к этой линейке. Мне, честно говоря, с Pull Me Over и этот оттенок, который явно более розовый в жизни, называется он 140 Couture Curator. Давайте я приближу, чтобы вам было видно. Онлайн они выглядели очень похоже, но в жизни вот это с Pull Me Over, а это Couture Curator. Они очень разные. Здесь это явный лососевый такой уже в коралл уходящий оттенок. Что касается свотчей. Все то же самое. Пока что никакой разницы в формуле у всех гелевых, вот этой гелевой линейки от Иси я не заметила. Замечательная крели-формула, полностью покрывают два слоя, высыхают в глянцевый финиш. Еще раз напоминаю, у меня просто не очень качественные ложечки в этот раз. Что еще могу сказать? Я как-то небольшой любитель розовых оттенков. Но поскольку этот больше немножко уходит в коралл, мне кажется, у нас шанс подружиться есть. Если не в маникюре, то хотя бы в педикюре. Далее я, как и мне кажется, опять нашла очередного лидера в самый лучший платиновый цвет. Вы даже не представляете уже сколько лет. Те из вас, кто со мной уже давно, вы знаете, сколько лет я ищу идеальную платиновую, сатиновую, такую белую какую-то кремо-серебристо-серую, такую комбинацию, которая бы выглядела вот как действительно платиновые украшения, как платиновый сатин. И вот, мне кажется, что мы его нашли. Но опять же, не будем забегать вперед, конечно же, я его протестирую и расскажу вам поподробнее. Называется оттенок 91 Make the Cut. И на ногтях, ну или по крайней мере на сводчах, он немножечко дает в розовинку. Он не такой серый, как я изначально его себе представляла, и каким он казался онлайн, и даже на сводчах. Но я думаю, это хорошо. Мне кажется, что легкая капелька розовинки просто более носибельным сделает этот серый оттенок. Давайте, может быть, так я попытаюсь вам показать. Мне кажется, что она делает его более носибельным именно на человеческой коже. Но опять же, подробный отчет и отзыв, я думаю, вы увидите в инстаграме, когда я его уже поношу и пофотографирую. С формулой, как я уже сказала, у них всех примерно одинаковая формула. Я очень пока что довольна. Про носку будем говорить уже о послях некоторое время. Следующий, ну не могла его не купить. Я думаю, многие из вас, кто смотрели на эту линейку, обратили внимание. Красивенный мягкий дымчатый серый с голубым сатиновым отливом. Оттенок у нас здесь называется 1040 Closing Night. Ну, я не могла его не купить. Посмотрите, какая прелесть. Это прям вот как раз на осень и зиму предстоящие. Мне кажется, это настолько элегантно. И шиммер в нем совершенно потрясающий. Опять же, сводч не делает ему чести. Из-за того, что не очень качественные ложечки. Поэтому я не буду вам особенно его показывать. Будет ли виден шиммер или нет, я узнаю, когда я его поношу. Но я смотрела сводчи, вроде бы на сводчах онлайн, на фотографиях. А шиммер виден. Он может быть не такой явный, как бутылочки, но вроде бы виден. Если еще прозрачным топом покрыть. В общем, честно вам скажу, девчонки, full disclosure, как говорится. Я прям жду и не дождусь. Я настолько excited. И учитывая, насколько я не любила раньше, ну и пока что еще с осторожностью отношусь к бренду Essie. Потому что, на мой взгляд, у них были отвратительные формулы совершенно. Кроме топеров, разве что. То сейчас у меня прям руки трясутся. Мне нравится все, пока что. И последний оттенок, который у них купила, я решила, ну должен быть у меня такой high fashion топовый оттенок. Я надеялась, что этот будет не такой темный, как те, которые у меня уже есть в коллекции. И этот оттенок называется 70. Take me to thread. Take me to thread. Вот он. Тут топовый крем, что-то вроде цвета фуа-гра. Что касается сводчей. Немножечко так, немножечко я расстроилась. Все-таки он на сводчах выглядит темнее, чем в бутылочке. Мне хотелось, чтобы он был именно такой мягкий. Мягкий тауповый. Не уходящий, не сильно в сирене, не сильно в коричневый. Но пока что на сводчах он выглядит несколько темнее, чем в бутылочке. Когда поношу, обязательно вам пофотографирую, выложу на инстаграме и расскажу поподробнее. И далее у нас пойдет еще один такой сбежавший в мою корзину China Glaze. Мне кажется, что, не знаю почему, я долго останавливала себя, не покупала себе зеленые оттенки, потому что я их не так часто ношу. Но прошлой зимой у меня было какое-то помешательство. Я не могла найти хороший, качественный елочный зеленый. И тут, не знаю почему, в августе месяце меня подорвало, я купила себе целых два. Учитывая, что за последние полгода я еще подкопила несколько шиммерных голографических зеленых оттенков. Так что да, к зиме, я думаю, у нас будет много лакобитв с зелеными цветами. Итак, одна из последних новиток от China Glaze, Emerald Bay. Я думаю, многие из вас видели его с вочи, потому что лак однослойник. Классный, сбалансированный, малахитовый, такой вот классический зеленый цвет. Он более теплый, он, я бы сказала, намного более зеленый, чем, скажем, классический Four Leaf Clover от China Glaze, который у них в основной линейке. Тот больше с голубизной. Я, кстати, сравнивала на них свотчи в магазине, посвотчила оба. И тот как-то поголубее, а этот именно классический, теплый, сбалансированный зеленый. Ну и то, что у него шикарнейшая формула однослойника, это, конечно же, меня тоже подкупило. Еще раз, Emerald Bay China Glaze. И сразу же в сравнении с ним покажу вам свою давнюю хотелку. Это вот один был из лаков, который я хотела с самого начала, когда я начала только интересоваться разными лаковыми брендами. И этот оттенокопия у меня всегда был вот в мегахотелках, и тут я, в общем, не сдержалась, все-таки себе его прикупила. Я помню, у меня была вставка из журнала ВОУ, где они делали вставку вот с такими оттенками, и этот лак там был. И я эту вставку храню где-то у себя в архивах фотосессий до сих пор. Представляете? Так, ну не будем отвлекаться. Если их сравнивать, то, в принципе, различия видны уже сразу в бутылочке. Этот поярче, он более такой естественный гуашный зеленый. Этот попыльнее, погрязнее и чуть-чуть потемнее. Давайте я вам покажу на них свотчи. Свотчи примерно рассказывают ту же самую историю. Как вы видите, оба высыхают в супер глянцевый финиш. Этот, я бы сказала, двуслонник. API Jade is New Black. A China Glaze Emerald Bay. Совершенно точно однослойник. Но они все-таки разные. Ну разные они. Не знаю, пока трудно мне сказать, какой я буду любить больше. Я думаю, время покажет. Этот, конечно, более элегантный. Но этот вкусный. Он сочный, очень зеленый. И, в общем, да. Он такой более, знаете, более панковско-гранжевый. Просто из того, что он ярче и как-то агрессивнее. Этот, конечно, более элегантный зеленый цвет. Ну и остается у нас еще парочка OPI-F. По большой рекомендации блогера Jess Face 90 я купила себе. По-моему, она говорила, что это почти однослойник. Яркий синий цвет. Синие цвета очень тяжело описывать, потому что... Даже не знаю, почему. Потому что много есть конкретных оттенков с конкретными названиями. С цветологией, скажем так. Но они все на камеру могут выглядеть либо слишком фиолетовыми, либо слишком темными, либо... В общем, синий это очень сложная, тонкая вещь. Я могу только сказать, что вот этот синий от OPI, который называется Rich Girls and Poor Boys, у меня нет ничего похожего в моей коллекции. Вот, я не поленилась, для вас достала все свои сводчи синих оттенков. Видите? Вот этот Zoya Robin, он намного теплее. Этот и этот еще, я бы сказала, поярче как-то. Самый близкий к нему, наверное, и все равно он сильно теплее. Это China Glaze Sky High Top. Это из какой-то уже достаточно древней коллекции. А все остальное, видите, все остальное даже рядом не стояло. Это у нас с Али Хансен снятый с производства Pacific Blue. Видите, этот более светлый и более небесный. Этот более фиолет по сравнению с ним отдает. Ну, а другие цвета, знаете, типа Periwinkle, они совсем кажутся фиолетовыми в сравнении с этим. То есть это у нас, например, да, вспомнила. Иламаска Cameo. Не Ломата, а Cameo. Вот они. Это Иламаска. Это Rich Girls and Poor Boys. Судя по свотчу, у него есть потенциал быть однослойником. Но это мы узнаем подробнее в будущем. Кстати, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Я уже вам 10 раз об этом сказала и снова напомню. Потому что все маникюры первым делом оказываются именно там. Очень довольна. У меня подозрение, что у меня сейчас слишком много появилось ярких синих и ярких зеленых. Поэтому, я думаю, к зиме все это надо будет протестировать, поносить и устроить какие-нибудь пару эффектных лакобитов с розыгрышем в конце. Следующий оттенок. Почему-то меня проперло купить себе кирпично-темно-красный. Хотя нет никаких предпосылок, почему бы это сейчас было актуально мне. Но вот как-то приперло. И, в принципе, я очень хотела купить что-то из коллекции San Francisco от OPI. И вот такой, видите, цвет запекшейся крови. В нем нет ничего баклажанового или какого-то малинового. Это действительно темно-тепло-красный запекшийся цвет. У меня ничего подобного нет в коллекции, поэтому я решила за ним остановиться. Он, мне кажется, очень такой high fashion. Называется он Lost on Lombard. Да, Lost on Lombard. Есть в Сан-Франциско знаменитая улица Lombard Street. Она очень извилистая. И там очень высокий подъем. И там очень дорогие особняки стоят. И туда, в общем, люди приходят, чтобы просто по ней спуститься. Она очень эффектная, красивая. И открывается вид на Сан-Франциско. И при этом она вот такое, знаете, классическое представление в умах туристов о Сан-Франциско. Такие очень высокие холмы, извилистые улицы, какие-то безумные виды с мостами, заливами, высотками и холмами. Вот это как раз такой quintessential, quintessential San Francisco. Я решила себе такой вот цвет запеченной крови к концу лета, уже как-то ментально я готовлюсь к осени, прикупить. И последний эксперимент. Не знаю, что на меня нашло. Честно вам скажу, уже прямо вот сейчас скажу, что это большое мое разочарование. Хотя лак я еще и не носила. Я даже поначалу подумала, что мне прислали подделку. Потому что, если вы сравните с другими лаками от OPI, он по-другому, видите, оформлен. А нет. Я смотрела официальные фотки на сайте OPI. Смотрела с Watch'и, блогером, которым пришли пиар-посылки. Действительно, оформление у коллекции Rikiavik именно вот такое. Может быть, OPI сменили себе дизайн, на мой взгляд. Если это правда, то очень зря. Потому что оригинальный их дизайн и шрифт, и выполнение мне нравятся сильно-сильно больше. Но посмотрим, какие будут следующие коллекции. Это из коллекции у нас лачок «Исландия». Название здесь, конечно, необыкновенно длинное. Rikiavik has all the hot spots. Это шиммерный металлический маувовый цвет. Не спрашивайте меня, я не знаю, что меня нашло. По мне такое ощущение, что я по ошибке его просто положила себе в корзину, что оригинально, наверное, я что-то хотела другое положить, но как-то вот так вот сложилось. Здесь два толстенных слоя. В нем нет никаких, никакого интересного шиммера, никаких переливов. Это стандартный, полосящий и не очень даже густой, прямо скажем, маувовый металлик. Вот так. Я не говорю, что это самый ужасный цвет в мире, но он ничем не интересен. А учитывая то, что он еще и полупрозрачный, и то, что он полосит, это вообще, конечно, безобразие. В новой коллекции позволять такие себе лаки, на мой взгляд, OPI уже просто, ну, это недопустимо. Хоть бы они флейки какие-то сюда, что ли, добавили, но хоть как-то бы они его сделали поинтереснее. В общем, да, я, конечно, наполовину виню себя, наполовину OPI, но, да, разочарование просто вот до небес с этим оттенком от Рикевик не рекомендую. Но я все-таки его посвочу на ногтях, поношу, постараюсь как-то его обыграть, и об этом я обязательно расскажу позже. Ну что же, это все, что касается моих покупок лаковых. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас есть какие-то свои рекомендации, какие-то лайки вас заинтересовали, какие-то вы себе прикупили, что-то вы бы советовали на что-то мне обратить внимание, дайте мне, пожалуйста, знать. А затем прощаюсь, спасибо вам большое за внимание, и желаю вам всем хорошего дня. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...